Всем привет, мои хорошие! Меня зовут Татьяна. И я очень рада, что вы вновь на моем канале. Сегодня я хочу, девчонки, с вами не пугайтесь, вам вот такого внешнего вида, не накрашенного. Сегодня я хочу с вами протестировать маску. Сегодня я была в Ашане. Там просто огромнейший ассортимент этих масок. Я взяла одну вот такую шоколадную. То есть это написано маска для лица и тела. Целебная глина тайская, шоколадная, с маслом какао и экстрактом линжиня. То есть, я так понимаю, эта глиняная маска должна быть, по идее, коричневого цвета. Глиняная она, шоколадная, с маслом какао. Ну, посмотрим. То есть я приготовила вот такую баночку. Сейчас мы ее перельем, с вами протестируем. Кисточка для намазывания маски. Значит, вот такая. Стоит она всего 28 рублей. Посмотрим, есть ли эффект. Я ее сейчас нанесу. Прохожу с ней написано 10-15 минут. То есть посмотрим, как она будет вести себя на коже, как она будет застывать. Я так понимаю, она будет так же застывать, как глина. Написано, попробуйте уникальную восстанавливающую маску, созданную по рецептам тайской массажной терапии. Сочетание уникальных свойств глины, масла какао и экстракта, женьшеня, придает коже тела восхитительную мягкость и упругость. Насыщает вашу кожу питательными веществами и стимулирует обменные процессы в эпидермисе. Также, так-так-так-так-так-так-так, такой мелкий почерк как раз только под лупой читать. Витамины, аминокислоты, микроэлементы и так далее. Значит, разомните пальцами содержимое пакета. Вскройте пакет на очищенную кожу. Нанесите маску на 10-15 минут до 30 минут, избегая области вокруг глаз. Затем смойте теплой водой. Маска эффективна в борьбе с избыточным весом, особенно мне нравится. Избегая области вокруг глаз, следующая маска с избыточным весом, то есть избыточный вес, видимо, как раз на щеках. Толстые щеки? Действительно. Очень толстые щеки. И целлюлитом при нанесении на проблемные зоны, то есть спасибо, что подсказали. В скобочках живот, бедра и ягодицы. Маску рекомендуют использовать 1-2 раза в неделю. Регулярное применение повышает эффективность процедур и дает устойчивый и ощутимый результат. Что касаемо этих масок. Была шоколадная, золотая, голубая, глина, белая, розовая, зеленая. Ну, зеленую, белую, розовую, думаю, можно купить в любой аптеке, как бы ценами там всего 15 рублей. А то есть вот такая готовая шоколадная и золотую мы еще с вами попробуем. То есть мне очень интересен, как говорится, эффект. Так, мы отрезаем. Вот такой кончик отрезаю. И смотрим. То есть у меня здесь специальная баночка, чтобы она потом не засохла. И мы ее с вами сейчас... Вот она. То есть она вот, видите? Такая консистенция у ней. Ну, не знаю. По цвету, посмотрите, какая она по цвету. Она как хороший скульптор. Вкусно пахнет. Не глина, что... Ну, да, глина с какао. Вкусный скульптор. Вообще, цвет шикарный. У меня вот такая мицеллярка. То есть у меня кожа... Почему она такая красная? Потому что я держала уже на водяной бане. Как бы было минут 10 назад. Я еще раз протру. Потому что пока ходила туда-сюда. Вообще, когда наносите такие глиняные маски, желательно, чтобы кожа была распарена на водяной бане. То есть, как бы поры, чтобы были открыты. И лучше будет эффект. Потому что глиняные маски, они должны проникнуть глубоко. Вот. Вот такая я красавица с розовой кожей. Итак, берем баночку. Посмотрите, какой красивый цвет. Мне прям очень нравится цвет. Вот такая у меня кисточка. И мы наносим. На кожу у меня зеркала здесь нет. Я смотрю в экран. Как бы куда наносить. Мне очень нравится цвет. По крайней мере, в экране. Как передает фотоаппарат. То есть. Сейчас я возьму зеркальце. Такое у меня зеркальце, конечно. Ой, ну цвет вообще просто хороший. Прям хороший скруктор от... Как от эстрады. Прям вообще. Я всегда наношу вот так. То есть, не делаю... Знаете, некоторые делают лоб. И как бы уже тут отдельно. Я всегда наношу одним и тем же слоем. Потому что смывать вы все равно будете одним и тем же слоем. Не разделяя лоб. Вкусно пахнет. Вот сейчас раскрывается запах. Такой вкусный прям какао-запах. Вкусный шоколадный запах. Вообще. И еще чем-то вкусным пахнет. Таким не могу понять чем. Ну, не какими ароматическими маслами как бы. А именно вот что-то шоколадно-кофейное. Так она нежно наносится. Прям вот. Прям вот, я не знаю. Очень классно. Я бы даже не сказала, что это глиняная какая-то маска. То есть она... Классно она носится. Да, видно, что будет она застывать как глина. Вот. Вот так она выглядит. Сейчас поближе стану. Вот видите. Сейчас эти проплешинки я замажу, чтобы был жирненький слой. И всегда заходите на подбородок. Вот такие маски, потому что они подтягивающие. И у вас, когда вот здесь будет высыхать маска, она будет вам вот так растягивать подбородок. Чтобы этого не произошло, всегда наносите маску тоже на подбородок. Чтобы они одинаково высыхали. Чтобы не тянули друг за другом. Потому что растянутая кожа потом как бы обвисает. Чтобы этого не произошло, всегда наносите вот так. Может быть это как-то некрасиво или... Не знаю, может быть неправильно я как-то наношу. Но я всегда наношу именно так. А мне очень нравится цвет. Очень нравится консистенция. Просто. Вообще. Очень классная консистенция. Запах, цвет. Просто приятно наносить ее. Сейчас посмотрим, как она начнет быстро засыхать. Написано как бы 10-15-20 минут. Но я вижу, где уже тоненько. То есть она уже начинает подсыхать. Как она только подсохнет. Я сейчас 10 минут посижу с ней. Как она подсохнет, я приду к вам. И покажу, как она в подсыхающем виде. Надеюсь, не так страшно. Через 10 минут вернусь. Также пока застывает маска, я хочу вам сказать, что... То есть вот этой упаковочке рассчитано... Ну, мне хватит на 3 раза. То есть вот я вылила ее в баночку. И получилось чуть меньше, чем половина баночки. Эту баночку поставьте либо на окно. Сейчас в прохладное время. Либо в холодильник. То есть даже если она застынет, я не знаю, будет она застывать. То есть в процессе как бы баночки. Ну, вот в таком хранении или нет. Чуть-чуть добавите водички. Вообще застывать не должна, по идее, как бы. Но если даже застынет, чуть-чуть добавите водички. И также размешаете до сметанной консистенции. Сейчас я чувствую, что у меня уже начинает кожа схватываться. То есть маска начинает подсыхать и тянет, как бы, то есть стягивает лицо. Пахнет так же вкусно. Что могу сказать? Приятно наносится. Хотела еще взять золотую маску, но это стоит 26 рублей шоколадная. А золотая стоит 28 рублей. Думаю, сначала возьму шоколадную, потому что вижу Dermal Spa Therapy. Маска для лица и тела. Я вижу такую фирму первый раз. Ну, как бы, глиняная-глиняная, понятно, но что в непрозрачном. И зачем набирать то, что тебе не понравится. Я не из тех людей, которые скупают все подряд и потом что-то выбрасывают. Сначала надо попробовать одно. То есть вот это мне уже нравится. Сейчас посмотрим, какой будет через 20 минут эффект. И следующую маску мы, думаю, с вами попробуем золотую. Хотя не знаю, как она будет золотая, потому что есть на Алиэкспресс тоже золотые маски. И, как бы, картинка одна, что как будто на вас золото. А по факту, как бы, приходит просто слегка желтая маска. Потому что, как бы, девчонки наносят на себя, она высыхает. И получается у вас просто маска на лице желтого цвета. Ну, вот, в следующий раз возьму вот такую золотую. Так что, если ее кто увидит, можете попробовать. Тоже приятная маска, как бы. Через 20 минут, так что с вами встретимся. Посмотрим, как она высыхает, какой цвет и какой эффект будет. Так что оставайтесь со мной. Фантомас вернулся. Итак, посмотрите. Вот так застывает эта маска. То есть, у меня все натянуты, я даже говорить не могу. Но, обратите внимание, она не ломается, как глиняная маска. То есть, если глиняная застыла маска, вот это вот, посмотрите. То есть, я надавливаю, она нигде не ломается. То есть, она так интересная. У нее такая, как бы, даже не знаю. Что-то, как бы, как глиняная, только с каким-то кремом. То есть, она классная. Она хорошо застыла. То есть, она, вот видите, подбородок. То есть, надо наносить именно с подбородком, чтобы они не тянули друг друга. Вот такой же у нее цвет, да? Серо-скультурный. То есть, я пойду сейчас ее смою. Никакого крема я наносить не буду, просто смою. И приду уже к вам, покажу. Может быть, какой-то, если будет эффект, то посмотрим вместе. Так что, оставайтесь со мной, пойду смывать. Мои хорошие, я вернулась. Девчонки, я была приятно удивлена. Эта маска, несмотря на то, что она глиняная и застывает так же, как глина, все-таки в ней есть, тут надо разобрать состав. Тут так мелко написано, что тут вообще ничего не поймешь. Я днем, как бы, посмотрю, она настолько хорошо смывается. Не так, как глиняная. То есть, знаете, вот так вот надо тереть. Нет, просто вы намочили, буквально вот так помассировали. И она прям хорошо так смывается, даже спонж не нужен. То есть, вообще просто. То есть, лицо, вот у меня сейчас без крема, без сего, довольно-таки, как бы, ровное. Сейчас я протру тоником. У меня вот такой вот гарнир, еще старый. Старый-старый, потому что я, как бы, тониками не пользуюсь. Вот, как бы, освежающим. И просто мне очень понравилась эта маска. То есть, вот еще мне на два раза. И скоро мы с вами посмотрим, как золотая ведет себя на коже. Как она выглядит. Потому что опасно, как бы, почему я не пользуюсь такими масками. Потому что ты, во-первых, не знаешь ни эффекта, не видишь, как она выглядит. Ну и вообще, как бы, о таких масках за 25 рублей, как бы, никто не говорит. Нигде нету никакой информации. И, как бы, ты не знаешь, покупать тебе или нет. То есть, для жирной кожи, то есть, вот эту я прям вообще рекомендую. Отличная шоколадная маска. Пахнет вкусно, цвет хороший. Сами все видели. И вообще, мне очень нравится эффект. Прям кожа такая, как бы, подтянутая. Вообще, отлично. То есть, сейчас лягу спать. Нанесу крем под глаза. Нанесу крем на шею. И будем спать. Проснемся молодыми и красивыми. И вам желаю просыпаться всегда бодрячком. Чтобы не было у нас вот тут заломов и тут заломов. Как это иногда все-таки бывает. Так что, девчонки, все вам красоты, любви. И, конечно же, женского здоровья. Так что, будьте красивы, будьте любимы. В следующий раз будем пробовать золотую маску. Я вам обещаю. Всем пока-пока.